Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOptionSignals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов TJ10X Forex. Индикатор TJ10X Forex изначально был создан для рынка Forex, но легко может использоваться трейдерами и при торговле бинарными опционами, так как является сигнальным индикатором с пятью различными режимами торговли, которые подойдут как любителям турбо-опционов, так и тем, кто торгует исключительно по тренду. Индикатор для бинарных опционов TJ10X Forex является платным и стоит 59 долларов, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно прочитать в статье на нашем сайте или посмотреть в обучающем видео. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Обзор и настройки индикатора TJ10X Forex для бинарных опционов. Важных настроек у индикатора не так много, потому что большая часть из них относится к алертам, оповещениям и визуальной части. Единственной переменной, которая отвечает за сигналы для бинарных опционов является переменная Factor, которая позволяет выбрать один из пяти режимов торговли, которые более подробно мы рассмотрим далее. Переменные Show Line, Show Bars и Show Arrows позволяют включить или выключить линию индикатора, бары и сигналы. Информационную панель индикатора можно настроить и расположить в любом из четырех углов графика, использовав переменную Kona. Сам по себе индикатор выполнен в виде линии, которая следует за ценой, и сигналами в виде стрелочек, которые появляются при смене цвета линии. Индикатор TJ10X Forex является универсальным индикатором для бинарных опционов, так как он имеет пять разных режимов, которые включают в себя Scalping, Fast Scalper, Tick Trend, Swing, Trend. Режим скальпинга на бинарных опционах Scalping позволяет включить частые сигналы, которые будут появляться и при малых колебаниях рынка, но обратите внимание, в этом случае во флете могут появляться ложные сигналы. Режим Fast Scalper сложно назвать скальперским, так как сигналы становятся более редкими, но при этом во флете все равно могут появляться ложные сигналы. Режим Tick Trend подойдет разве что для торговли по тренду, так как сигналы против тренда являются чаще всего ложными, зато сигналы по тренду могут приносить хорошую прибыль. Режим Swing является более трендовым режимом и в некоторых местах ложных сигналов уже можно избежать. И последний режим Trend является максимально трендовым режимом, который реагирует только на затяжные флеты, но пропускает ценовой шум. Каждый режим имеет свои особенности, поэтому есть смысл познакомиться с каждым из них и протестировать на демо-счету. Также в этом индикаторе есть информационная панель, часть информации на которой предназначена для торговли на рынке Forex, но есть полезная информация о силе тренда и для бинарных опционов, которая отображается в виде белой стрелочки и зеленых чисел напротив подписи Trend Power. Таким образом, чем сильнее тренд, тем выше значение этих чисел. А стрелочка, направленная вверх, говорит о восходящем тренде, а направленная вниз – о нисходящем. Теперь, чтобы начать торговать при помощи индикатора TJ10X Forex, необходимо определиться, какой режим подходит вам больше всего, после чего выбрать его в настройках. Все режимы в этом индикаторе для торговли бинарными опционами повторяют друг друга и очень похожи, и значит выбрать лучше либо скальперский режим для турбо-опционов, либо трендовый режим. Для скальперского режима тренд не особо важен, и покупать опционы можно по сигналам с экспирацией в 3 свечи. Поэтому, когда появляется зеленая стрелочка, то покупается опцион Call, а при появлении красной стрелочки покупается опцион Put. Для трендового режима тренд очень важен, и поэтому сделки необходимо совершать только по сигналам с экспирацией в 5 свечей. Можно и больше, но только по тренду, и также обращать внимание на силу тренда на информационной панели. Заключение. Индикатор TJ10X Forex является универсальным и подойдет для всех типов трейдеров. Но новичков он может запутать, потому что, используя разные режимы этого индикатора, можно получать много ложных сигналов. Индикатор обязательно необходимо протестировать в разных режимах на демо-счету, после чего приступать к торговле реальными деньгами, но только небольшими суммами. А чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила money management и risk management, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на наш канал WinOptionSignals, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые, интересные образовательные видео-обзоры, а также новости из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!